Близко не снимай, я плакаю. 25 ровно! Раритет! Привет, ребята, ребята! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня мы не будем ничего играть на укулеле, потому что месяц марта уже закончился, а это значит, что это новые моменты жизни. На самом деле, я понимаю, что не все смотрят такой формат, хотя почему? Это очень странно, ведь благодаря вот именно таким лайфстайл видосам можно понять, чем я живу, чем я увлекаюсь, с кем я общаюсь, что со мной происходит, помимо того, что я снимала разбор на укулеле. Вот именно в таком формате это можно увидеть, что за месяц я, собственно, и творила. Не забудь подписаться на мой канал. Видос у меня уходит прям через день, прям плотненько-плотненько, чтобы ты сидел на своем карантине и чем-то увлекался. Тем более, у меня сейчас есть цель на канале собрать 100 тысяч подписчиков за год, чтобы быть на первом месте по Ютьюбу, там укулеле комьюнити, все дела. А сейчас садись поудобнее, тем более, куда тебе торопиться, ведь все сидят дома! Перед просмотром обязательно бери что-нибудь похрумчать, пожевать и погнали смотреть новые моменты жизни! Моменты жизни! Девочки, я навернулся. Да ладно! Ты что, постричься даже? Невероятно! Тебе нужно было всего съездить в чулон, чтобы постричься. Собираемся, едем в Эрмитаж, быстро-быстро! Давай, показывай подарки с чулнов. Мога нет! Ну-ка, покажи с чулнов! О, мой бог! Две колбасы, конфеты, печенье! Вау! Погоди! Че ты на ней привезли? Он работает! Че там придет? Да ладно! Только пленки нет! Надо купить! Ты че я привезли? Она в чулнах 400 рублей стоит пленка, на 36 кадров! Раритет! Юля, ты счастлива? У меня реально сердце... Я уже думаю, придется покупать. У нас будет крутой! Будет! Сегодня у нас 1 марта. Погода супер! Весенняя, дождь... Нет, че это, снег? Сегодня идем второй раз в Эрмитаж. Мы продолжаем наш челлендж. А, интерьеры! Да, сегодня мы будем изучать интерьеры. Прикол в том, что закрытие кассы осталось полтора часа. Ехать нам час. Я не знаю, сколько мы будем ставить еще в очереди. Но, в общем, я надеюсь, что мы сегодня попадем, собственно, в этот Эрмитаж. Посмотрим. Попадем мы, не подпадем. Чувствую, что-то я... Все, каждый раз шансов все меньше и меньше. Ну, пойдем пленку купить. Я посмотрела, цена, вы знаете, сколько... А ты че думала, сколько стоит пленка? Извини меня! Нет! Блин, рублей 300! Ага! А ты еще в оригинальном, наверное, магазине, да, смотрела? Яркий! А, ну, яркий! Извини меня! Все, ребята, мы успели! Бесплатный билет к нашему походу в Эрмитаж. Это невероятно! Еще, да-да-да, у нас время сегодня ниже птицы. В общем, на данной картине изображен старик-еврей. Я рисовал эту картину, изобразил, написал. Рембрат Хирменс Ван Рин. На этой картине представлена бабушка, чья национальность неизвестна. Я написала эту картину тот же самый. Ну, это... 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 Это этот... Человек-узносливый суд? Нет, Аман. Аман? Амар Хаэн? Аман! С вами была небольшая экскурсия от... Быстрее экскурсии! Баракшни! Вот такой вот вид у меня с окна. Пока мы тут с девчоночками просвещаемся и смотрим на картины, мы поняли, что стилистика кардинально вообще отличается от того, что мы смотрели в предыдущий раз. Это что, Голландия же, да, напомните? Тут у них как-то по-другому. Более круглолицые, более... Она более утонченная. Утонченная девочка, утонченная. Так, и того сегодня мы имеем... Голландия, прошли. Не-е-е, блин... Норочи, ребята, сейчас Юля забыла варечки из Сулелецки, где она попала в Сулелецки, в автобусе. Блин, ну и что мне делать теперь? Я не знаю. А куда ты их положила? Ну, на колени, наверное, я больше их не знаю. А как ты встала и что-нибудь почувствовала? Ну, что ты меня запрашиваешь? Откуда я знала? Если бы я знала, я бы, наверное, почувствовала, что их оставила. Короче, отбой, отбой тревога, отбой тревога, они упали. Я могу. Ух, все хорошо, девочки, слава, слава. Помоешь, ничего страшного, хуже было бы скидываться. Обреки бы, вы ушли. А если бы, реально, я не оглянулась и ушла просто. Не оглянулась и все. Давайте быстрее в 2-й этаповую. Если бы я не обернулась, тебе надо, знаешь, на резинке, как детям. Моменты жизни. Коммент, номер, коммент. Александр купил у нас процессор, что-то там все перебуровил. В итоге сейчас мы можем играть GTA 5 на телевизоре. Это ли несчастье или это не круто? Вообще такая геймерша, детка, аж жарко стало. Если не на кухню пошла, как всегда готовится. Тебя убил. Тебя убил. Это разборка, пидошка. А, кстати, расскажи историю про соседей-то. Ой, да блин, короче. В общем, сидим, никого не трогаем. Я зашла в спальню. Говорю, хочу поиграть в GTA. Я начинаю играть. Мы, кстати, орем сегодня больше кучи, чем тогда в этот день. Мы говорим, ну, нормально так. Нам начинает стучать соседка. Я думал, что... А может? Я и начинаю... Ну, я и постучала в ответ. Но, вот так. Ну, как бы не сильно. Через несколько минут мы слышим вот этот звон нам. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Маша в душ. Она пошла. Это красивая королевка. Мы с Дашей такие, что делать? Вы перелись в моей комнате. Я не знаю, зачем. Даша стала ставить, говорит, да, играть. А на нас еще продолжает вот это. Динь-динь-динь-динь-динь. Мы такие, мы и открываем дверь. Даша, открой. Но я как бы не могла открыть, потому что я была прижжена. Ну, в итоге она открыла. Мы с Сашей также зашли. Закрыли дверь, закрылись, выключили свет. И начинается вот это. Хорошие мои, что она там говорила, не шумите Типа, даже говорит, ну типа, ладно, все, хорошо Это начинает, иначе я буду жаловаться Рите А мы, чтобы вы понимали, мы вообще в душе не ячаем, кто такая Рита Сейчас частенько эта женщина говорит Я не жаловала, я полгода маялась, кто такая Рита Кто такая Рита, мы не знали, но потом мы знали Даша у нас дерзкая, опасная Она говорит, а кто такая Рита вообще Я, короче, это все говорю со слов Даши И Даша говорит, что там, как я объясню, там живет Бабушка, ее дочь, ну типа, женщина И школьница, дочка у дочки И начинает вот эта бабулька самая такая Из двери такая Рита вообще-то, жена Неймана Даша такая начинает тоже, ну, женщину из себя включать Говорит, ну мы снимаем квартиру не у Риты, а у Неймана Ну я плачу Ивану Вот реально, мы платим Ивану В чем проблема, суть вообще проблемы, объясните В итоге она начала угрожать Нейманом, Ритой, участковым и так далее В итоге она всегда и вообще третья, четвертая Начала еще Даша говорить типа А чего вы улыбаетесь, тут ничего смешного нет А я серьезно смотрю на нее прям А я по голосу слышу, что она серьезно И сегодня я иду домой Открываю дверь И я слышу, как лает собака У соседней двери Значит, они не закрыли Второй и слушай, как бы-то этот глазок открывается и такие Чш, собаки Я понимаю, как бы, да Что она за тобой смотрела Она за тобой смотрела, реально Укуска, укуска Укуска Окзала Короче, рассказывай быстренько, давай историю Ярик нас позвал на выходной к себе в Москву У нас, как бы, у всех сейчас предзаплатный период Ну мы, как бы, деньги, как бы, есть Ездить-то можем, но, как бы, вот такое, двоякое вообще, типа, на сутки В общем, мы решили, кинуть монету Орел едем, орешка не едет Решаем Орел Орел Мы серьезно едем Мы серьезно едем Серьезно едем в Москву Вот так быстро и решаются важные, взрослые, желажные Пока, малыш, я в Москву И девчоночки тоже пока Саша, давай пролезай Я не снимаюсь Давай Ну нечего кжрать, потому что в маке постоянно Давай Давай Еще уже, Саша Паркур Ну, мое течение пусть самовыражение Саша, давай, как крепко Давай, давай, давай Оппа Мы поехали в Москву И мы нашли братана Братан, ты куда едешь? Не убегай Ты своим ходом или как летишь? Он ушел Ушел удар Он ушел Новости этого дня Юля потеряла свой телефон И мы едем в Москву Без денег Без денег У нас есть только деньги на билет, который мы уже потратили Хорошая тактика Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я садову Добрый вечер Добрый вечер Вы меня решили убить? Нет Обнять Привет Сейчас я фоткаю вид Московской жизни Они фоткают Юля фоткает, как я фоткаю Саша фоткает, как я фоткаю Юля фоткает меня Я знала, что вы опоздаете Поэтому тоже опоздала Молодец Хорошая тактика Первая моя знаменитость в Москве Мы видели Шуштовского Я не фанат, но... Я смотрю на Мишку Шуштовского Он такой дрыщ, сколько лет смотрела, он все дрыщ Я его увидела, шок, контент Все снимаю, все снимаю Даша скажет Покажи, покажи, как я хожу Ребята, вы знаете, куда мы пришли? Блин, тут видно, куда мы пришли Мы пришли на площадь, как настоящие Кто мы? Туристы? Мы туристы-петербуржцы Я хотела сказать, что вот смотри, там парадный вход Типа парадный Ребята, мы сейчас гуляем И Ярослав мне говорит, что песня ICP «Смерти больше нет» Они снимают на этом самом месте Погружалась Вот оно У меня к тебе вопрос Ты же у нас почти москвичка Что тут в заряде? В чем прикол его? Хороший вопрос Вот серьезно, я что-то только не понимаю Но это парк рядом с Красной площадью Поэтому он всегда украшен лучше всех Просто он очень странноватый Потому что мы пришли днем Тут все светится в ночи Москва горит, Москва что-то там Нелли, я совсем забыла Быстренько расскажи, что произошло у нас Я рассказала ребятам про покемоны Но не с целью, чтобы они их скачали А просто сказала, что я играла Ну и все Ну и все И Даша там, он где-то в жопе ходит И Саша за ней там же где-то Он решил на меня побаттлить Но я выиграю его Пойдем Вам еще сначала уровень надо Я четвертый с половиной Ты веришь мне? Я верю в себя Ты знаешь эту песню? Мне она нравится? Моменты в жизни Рассказывай, что делали Мне Саша привез фотоаппарат Пленочный Я как бы решила Все, я стану фотографкой, фотомоделью Одновременно по совместительству У меня осталось просто три кадра И я решила, что их надо как-то быстренько использовать Пойти перцифровать И узнать вообще, как все выглядит Что понять вообще Рукожок или не рукожок Да, вот И Даша у меня сейчас будет фотография Три кадра сделает Мы достали мою кольцевую лампу Чтобы делать красивые фотографии И это освещение Обалдеть, надеюсь, будет красиво Если что, то Вот эти фотографии у нас получились Ну не ломай! Даш А если она там все покидает? Ну вот проверим Моменты в жизни Дома поехали снова в Эрмитаж Поедем сейчас Отсканируем Юлию фотографии Юля, как считаешь, хорошие будут фотографии? Да Я тоже так считаю Ведь их фоткала половину я Что, пришли? Ломаешься? Нет Ломаются? Да, даем, слушай Может к этому парню подойти Он же разговаривал вчера Он еще тогда в тот раз тебе продал эту штуку По-любому шарит Думаешь, они все Ну, думаю, да Ну давай, ломай Там такая фотосессия у тебя Ну-ка, дай-ка, попробуй Что надо сделать? Я предлагаю спросить у этого парня Иди спроси Какая умная Иди сама спроси Еще что-то говорит Говорит, они ждут у киси работы Я говорю, нет Вот мужчина Он же нам продал ее Он все нам подсказал Нам просто надо было вот так вот сделать что-то и все Итак, все Сейчас мы урегулировали Фотографию в сезале Кстати, лайфхак Кто играет в Pokemon Go? Я начала играть в Pokemon Go Нет, я расскажу Не сока В общем, мы сейчас ехали на автобусе И он показывает, что я как бы иду И я за то время, пока мы ехали в центр Собрала 100 покеболов, ребята Не выходя из автобуса Я считаю, что это ленивый лайфхак Поэтому пользуйтесь Кто и до сих пор играет в Pokemon Go Моменты жизни Короче, рассказываю историю Мы пока наносили эту пленку на проявку Время уже текло Уже наставало 5 часов Мы чуть ли не опоздали Но в итоге мы не опоздали Все хорошо Сегодня мы проходим Францию Там круассаны, Париж, все дела Но прикол в том, что тут половина помещений Пахнет вот затхлым Не проветри вот окушки И очень много людей в масках Но на самом деле Это все паника Дон паника Дон паника Знаешь, я могу что тебе сказать Очень серовато, да, пока? Типа нет вот красок Жизненных красок Вроде как бы и золото есть Да Смотрите, что Юля нашла Вот так вот раньше Помещали эти комнаты Отлично Сейчас она 296-я В общем, мы пока ходим по Франции Поняли такой момент Что многие рисовали собак Везде собаки Девушка, не цокайте, пожалуйста Не слышно ничего Короче, много рисовали собак Очень много Они везде Даже картины посвящают собакам отдельно Мне пока не особо нравится У них нет вот этих ярких цветов Вот мне в Голландии больше понравилось В Голландии очень Прям, я ставлю лайк Ты сколько стоишь? 10 10 А здесь, в Франции? В Франции Вот я ставлю вот так вот 7 10 Ты посмотри Это, мне кажется, очень похоже на розетку Ну, реально, две дырки Маша, это розетка Моменты в жизни А сегодня я что-то проснулась В такой мысли Почему мне не поиграть в Митрошину Ну, кто знает Сашу Митрошину Это блогерка Которая постоянно снимает У нее очень много сториз Ну, не так, как у Бузовой Ну, в принципе, много сториз И она рассказывает про свои планы Все это пока Своя жизнь, бытия Вот, я решила так же попробовать Почему бы и нет Поэтому посмотрим, что из этого выйдет Я не особо сижу в Инстаграме Как вы заметили Кстати, вот мой Инстаграм Я решила наконец-таки вести Всякие кавера-некавера выкладывать Всякие фоточки красивые Поэтому обязательно подпишитесь Может быть, даже там игра вышла из-под контроля Я теперь каждый день как мне точно В общем, смотрим дальше момента жизни Итак, фотографии Сделали Ты переживаешь? Не переживаю Какая хорошая фотография Вообще Это тут памятник должен быть А вот он Где? Ты посмотри на Сашу Красавчик Красавчик Я вот так приближе Мы с Парижа приемли Костыбы Эти фотографии можете найти у нас сейчас в Инстаграмах Ссылочка Блин Вот морозилку не закрыла Вот у нас и подел этот холодильник Я не знаю Что ты там? Что ты говоришь? Я не знаю Я говорю, ну пусть говорить надо актрисам Во Короче, я не знаю Это же в конце марта выйдет Может, тоже паутехнеет какая-то ситуация Или наоборот Короче, что произошло? Ну, вчера поехали в Эрмитаж И все нормально Там было пару людей С масками И, в общем, последний день Все форсят этот коронавирус Паника, паника И что-то я вот Позавчера Вчера еще нормально было Но пока мы ехали домой С центра до нашего дома Я сидела в ТикТоке Там каждой рекомендованной роли Было связано с коронавирусом То, что люди паникуют Пипец просто Скупает весь Ашан Я реально Я такая сижу Думаю, что-то мне стало самой страховым А может, реально Как бы Что-то понимали Я была противницей Того, что-то типа Ой, это слишком много Паники Паниковать не надо Не стоит И пока я ехала домой И насмотрела с этого ТикТока Мне что-то стало не по себе И я не могла сегодня Всю ночь уснуть Я начала смотреть Всякие видео На Ютьюбе Читать всякие статьи Сегодня с утра Опять Начали то, что там Отменяют То, что все С тонком переходит Да, все пишут Что на прилавках нету Там туалетной бумаги Гречки, кстати Заметила Вот два пункта Самых популярных Остальные Ну такой Ну еще макароны Что-то мне всталось так страшно А еще мы вчера зашли В Фикс Прайс Купить наши любимые трубочки Сессона Которые у нас сделаны В челнах И девчонки услышали Что продавщица Говорила, что антисептики Закончились В общем-то И я что-то так Под себя Сама Так вот Накипает Накипает Думаю Может быть я зря Говорила Что это все Не надо Паника И сегодня Я себя настолько Докрутила Что я целый день Сегодня У меня началась какая-то паника Я не понимаю Что это за паника Мне просто страшно Я не понимаю Почему мне страшно Я уже прочекала Всю новую статистику Прочитала какие-то Там супер Крутые люди Ученые написали Про этот коронавирус Посмотрела видосы Почекала статьи В инстаграме Все пишут Что отменяет А еще знаешь Что Саша Меня добил сегодня О том Что его переводят На дистанционную работу До 30 апреля А мне что-то дома Сидеть вместе с ним Я что-то так Себя загнала А еще сегодня Я попила чай И с этими штучками Которые мы вчера купили Сыпучие Они у меня сегодня Во рту Ой во рту Да В городе застряли Начали же Как бы вот так вот Делать И я начала кашлять А я уже прочитала Про коронавирус И мне еще В два дня Стало бы страшно А потом еще Позвонила маме Спросила у нее Она Мы с ней пообщались Я начала просто Вообще Полнейший Паниковать Я сейчас объясню Почему она паникует Мы начали над ней Смеяться Шутить Типа Че ты Че ты переживаешь Ну реально Потому что нет у тебя Паники Вот я не знаю Почему ты переживаешь Она сидит Она сидит дома Я самоизолировалась Она кстати Извините Сейчас перебью То что она подписана В инстаграме Тоже начали писать Про самоизоляцию Как чтобы сократить Риск того Чтобы заразиться Она Это так и делает Она уже Не знаю За три месяца До этого Была подготовлена К коронавирусу Изолировала себя От всего мира Вообще внешнего Я не понимаю что мне делать Я просто не понимаю что мне делать Если бы я узнала что мне делать Это вот людская паника Вот это все Даш Ты даже не болеешь Тут нет никого Кто рядом с тобой болеет Надо обезопаситься Понимаешь Обезопаситься Я не понимаю Даш Тебя реально Как будто ты живешь В каком-то общежитии Нет Где кто-то заболел У кого-то в ши Пошли с восьмого этажа И все У нас тут Три-то рядом живет Это самое главное Подозреваемое Она с тобой даже Ты ее даже не видишь Она стучит Мне я чувствую ауру А представь Это две недели назад Все только шутили об этом А сейчас А прикинь Через две недели Еще все заразятся И все заболеют В общем Девчоночки кулинарочки Это сегодня у меня Кулинарное видео Я первый раз Вот реально Не побоюсь этого слова Первый За свои почти 21 год Делаю что-то из теста От начала до конца Мы решили Моему лету на днях Мне написала Что наделаете Овсяные печенюшки Я такая сегодня девочка Я говорю А почему бы нам не сделать На днях Она кидала Давай сегодня сделаем В общем Все раскатала Все отлично По рецепту Шагаю По первому попавшемуся Я ведь не знаю Напишите пожалуйста В комментариях Вот когда вы что-то готовите По рецепту Вас тоже бесит Когда вам нужен Конкретный рецепт И вот в этих сайтах Постоянно там Вот это предисловие На три страницы Конкретики Там вот чуть-чуть Я не знаю Как получится Получится ли Я надеюсь что получится Сейчас настала Наконец-таки Вот эта вот Моя любимая тема Знаешь откуда у меня Пошло с детства Я помню В детстве Когда мы с мамой Готовили пельменя Мы всегда Вот такие кружочки Вырезали Вы можете мне пожалуйста Советовать Я же не понимаю Что мне делать Без паники Без паники Все хорошо Все хорошо Надо приготовить противень Надо приготовить бумагу Девочки Мы же с вами подружки Почему мне не помогаете Я не рассказала историю Короче Я помню детство Когда мы делали пельменя В военной зоне Было ли у ваших родителей такое Был специальный стакан С тонкими краями У нас стакан Был жир Ну вот У нас фужер был Именно мы всегда Компот с него пили Он до сих пор живой Еще даже не разбили Ну так вот Мы всегда Именно только с этим Идеально девочки Как можно быть Такой идеальный О мой бог Вы дальше продолжаете Смотреть мою кулинарную рубрику Ну в общем Мы сделали Я Мы вместе Все вместе Командный дух Делали овсяные пищеньки Я еще не пробовала Девочки попробовали Сказали Очень хорошо Дарья Ты такая молодец Просто Так вкусно Ты сделала Я еще никогда Не ела такие печенюхи В общем мы изучаем Мы что изучаем Берем французский В общем учебник на английском Мы учим французский Что ты сейчас сказала Ну как переводится Я не знаю Я понимаю Я понимаю Я не понимаю I don't Сегодня Вилечка Мбаракшин Захотела Чтобы у меня был Красивый макияж Если кто смотрел Видос про макияж Мы делали Там было одно Сегодня Макияж Расскажи Что ты сегодня делала Да я софт Мягкая Видите у меня нос Как у бэби А ты Гранш Вы посмотрите на мой чудесный Прическа У меня мама в детстве Такую делала Мама с лицом Смотришь Ты помнишь По-любому Как вот мои кудри У меня очень густые волосы И мы сидели Делали эти кудри Сколько? Минут 30? Полторы? В общем Полторы серии Сериал друзей У меня еще розовая румяна У меня еще сами по себе щеки розовые Все розовое И прям вот У меня еще блестящий Маникюр Вот на контрасте Она такая А это такая Аааа Итак Сегодня у нас очередные Развлечения на самоизоляции Сегодня Александр открыл для себя Рисование по номерам И подключил к этому Марии Петровну Которая любит у нас рисовать Маша Че рисуешь? Красоту? Кису Че у тебя так столько много? Капец Неудобно Вот ладно у него там все понятно Итак День самоизоляции Номер не помним какой На этот раз Александр решил посадить Светочек Я решил Юля Юля когда еще Юля хотела посадить Помогает в этом сложном выборе Иземочка Что войдет Вот это прикольно Мне вообще нравится Морковь Почему тут синие семена? Напишите что значит Вот эти гранулы Потому что не знаю Мы только начинающие с садовыми А зачем тебе столько семян? Я откладываю Что можно посадить Ну из овощей мы посадим Базилик Морковь Петрушка Корневую Че мы цветов точно садим? Я думаю ромашка Календула Они стоили Извини меня Календула Да Горно полоскат Вот ее берем Анютины глазки Какая они высота Если слишком высокие? 25 сантиметров высоту Это долго? Много? Ну возьми Возьми линейку Посмотри Вот столько это Вот столько Это много да? Саш Это не 25 сантиметров Я тебе говорю Сколько ты там говоришь Показал? Столько Вот он показывает И на самом деле Вот Димой Вот Ты давай-ка тут Че я тебе серьезно говорю Столько было? 25 ровно Вот так вот у нас сегодня Александр все рассадил Тут цветы Тут овоща Моменты жизни И так Сегодня у нас Потрясающая погода за окном Мы решили Наконец-таки Разобрать Весь этот хлам На балконе Сделать красивый трасс Какая живопись Юля Не махайся Это искусство Красота О Твои картины По номерам В общем Мы сейчас Отнесем вот это все Наше добро Которое мы Непосильным трудом Всю зиму Собирали Красота Мы настоящество Возрослые люди Ну вот только Посмотрите Какая у нас теперь Красота У нас теперь Будет летняя Терраса Чтобы мы сидели Смотрели на красивую Вот картину Например В общем Ситуация в целом Мы пошли в Галамарт Я купила Увидела Во-первых Вот такую вот Крышку большую Думаю Блин У нас дома Как раз нету Крышки Для вот этого Сотейника Какой казан Для сковородки В общем У нас не было Вот такой вот Крышки Мы в общем Разосрались Как всегда Саша говорит Что не влезет А я говорю Что она идеально Подойдет И сейчас Момент истины У нас есть Макароны Саша готов Что-нибудь Идеально 85 рублей Ребята Она так стоила 122 Но там была какая-то Скидка 85 рублей Она идеально Ты посмотри Рай для перфекциониста Вот прям Тютельку в тютельку Ты видишь Да Обалдеть Просто идеально Мы с Юлией Начали смотреть сериал Друзья И там было В одной серии Когда они играли в покер И Юлия загорелась Типа я хочу Научиться играть в покер А мы вообще Не знаем Как играть в покер И сегодня Мы ходили в Галамарт Нашли Чисто случайно Эту игру Сейчас мы играем Дошло до того Что мы уже С Машей У нас мы банкрот У нас денег нет И мы все Свои сбережения Мои 9 долларов И Машу И сконул А дали Юли И она выиграла Сашу И короче Сейчас идет Жесточайшая борьба Кто же выиграет Я ставлю на Юлю Потому что я деньги отдала ей Да Мы все отдали Мы отдали все деньги Я Сашу говорила Принять У меня ставку Которой не хватает Скрываемся Скрываемся У тебя что Пара У меня тройка Молодец Это называется сэф Моменты жизни Раз, два, три С Юлия пошла Надо быстро рассказывать Что делать В общем Я хочу покрасить волосы Пока я дома Пока меня никто не видит На самом убожестве Я могу делать Своим лицом Своим вообще Внешним видом Все что угодно Все что захочу Никто тебя не видит даже Маша давай расскажи Свои успехи По номерам рисования Ну-ка Я почти О-о-о Как красиво Сама нарисовала Че мутим Новую прическу Для Юлия Ну Юлия Знаешь Это на самом деле логично Кто тебя будет видеть Правильно? Никто Вот никто Ну получится плохо Никто не видит А если получится клево Ну это жалко Что никто не видит Мне всего усыпают Я считаю У меня есть парик Ничего страшного Да Покажи его Вот там вот лежит Мохнатый чудович А давай представим Что пошло все Как-то не очень Красиво Главное повернись Так И Знаешь кто я Симоники Адамс А ты мистер Она интересно Не просрочилась А вот мы и проверим Ну че Как тебе Нормально Скоро будешь Это Белли Алиш Это знаешь Это как крещение В фроробирже купаться Сейчас она так же Ну хоть краница Ты будешь Ну да Она крещение зеленая Синяя Смотри какой цвет Ну-ка Ну-ка Я тебя хорошо не вижу Девочки Вот так вот как в салоне Я тебе позицию Давай представь Что ты в салоне Я просто Что покрасила Молосы с зеленкой Короче это странно Как-то поняла Вся ситуация Вся суть ситуации Это отходит Отходит от этого Тазикового цвета Она и остается Году так пахнет хлоркой Короче Остатки сладкие От Юлиной собственно Покраски Мне нравится А лайки Я ставлю лайк Убеляешь Ожидание Спасибо большое тебе Дорогой мой друг Что ты досмотрел Это видео до конца Нам будет очень сильно Приятно Если ты поставишь Свой лайк Напишешь Какой-нибудь добрый Душевный комментарий Мы обязательно Это все прочтем Также у меня на канале Есть целый плейлист С моментами жизни Ну а меня по-прежнему Зовут Даря Скоро увидимся Пока